Доброе утро, коллеги! Разрешите представить доклад на тему применения ВАК-системы лечения опухоли опорно-двигательного аппарата. Прежде чем приступать к обсуждению данной темы, хотелось бы несколько слов сказать о фазах раневого процесса, через который проходят все раны, в том числе операционные. Первая – это фаза воспалительная или эксцидативная. В эту фазу в полость раны мигрируют нейтрофилы, моноциты, макрофагии. Рана проходит через фазу самоочищения. Следующая фаза – это регенерация и пролиферация. В эту фазу формируется грануляционная ткань. И завершающая – это фаза эпитализации, когда формируется уже рубцовая ткань. Несмотря на успехи современной медицины, частота инфекционных осложнений достигает достаточно высоких цифр. Так, например, частота осложнений при реконструкциях костей таза варьирует как наиболее травматичной и наиболее сложной операции в опухолях опорно-двигательного аппарата, варьирующейся в широких пределах и может достигать 65%. Факторами риска развития послеоперационных осложнений при сарковых мягких тканей являются прежде всего размер опухоли, степень ее злокаченности, глубина ее залегания, а также проведенная неодевантная химия или лучевая терапия. Факторами риска развития осложнений при опухолях костей являются схожие, но сюда добавляются еще более длительные оперативные пособия, более массивная кровопотеря и также использование имплантируемых систем. Подводя итог, особенностями данного вида ран являются обширные дефекты, сложные конфигурации, наличие народных имплантированных конструкций, что обуславливает высокий риск инфекционных осложнений. Что приводит нас к выбору метода дренирования, которая может быть как пассивная, так и активная. В последнее время набирает популярность использование вакуум-терапии. Это метод лечения ран различной теологии, ускоряющий течение раневого процесса. Данный термин был предложен в 80-х годах, в прошлого века специалистами компании Kinetic Concepts США. Принципиально схема работы системы контролируемого отрицательного давления устроена из полиуретановой губки, которая укладывается на дно раны, адгезивной пленки, которой закрывается полость раны, и используемой вакуумной помпой. Гидрофобная полиуретанная губка, которая используется, имеет размеры пор от 400 до 600 микрометров, что обеспечивает равномерное распределение отрицательного давления. Структура пор способствует удалению эксудата и инфекционного материала. Гибкая конструкция адаптируется к контурам глубоких и неправильной формы ран. И также сжимается до половины размера под отрицательным давлением, что позволяет сблизить края раны и снизить необходимость пластики в дальнейшем. Активное удаление избыточного раневого отделяемого, в том числе веществ, замедляющих заживление раны, позволяет ускорить заживление раны. Также достигается более быстрое снижение бактериальной обсемененности ткани раны. Так, при использовании вакуум-системы, деконтаминация раны ниже критического уровня при использовании вакуум-терапии достигается 4-5 суток против 11 суток при других методах местного лечения ран. Снижение локального интенсионального отека тканей, снижение межклеточного давления и усиление местного лимфы и транскапиллярного транспорта обеспечивают более быстрое удаление эксудата и доставку лекарственных препаратов в рану. Растяжение и деформация тканевого ложа стимулируют миграцию и пролиферацию клеток. Также, о чем было сказано выше, достигается уменьшение площади раны, что ускоряет заживление сложных ран. Раневая гипоксия, которая развивается вследствие постоянного отрицательного давления, стимулирует рост сосудов, усиливает кровообращение и также позволяет достигнуть более высоких концентраций лекарственных веществ в полости раны и также ускоряет заживление. Как показано было в данном исследовании, прирост интенсивности местного кровообращения при уровне отрицательного давления 125 мм рт. ст. примерно на 400% увеличивал скорость формирования капилляров по отношению к исходному уровню. Какие же преимущества системы контролируемого отрицательного давления? Это большая площадь дренирования, снижение количества перевязок, возможность использования на ранах различной конфигурации, прежде всего сложных, сокращение затрат, прежде всего временных, профилактика внутрибольничных инфекций ввиду того, что рана постоянно закрыта герметичной пленкой, усиление медикаментозного лечения в связи с усилением кровообращения. Как и любая система, она не лишена своих недостатков. Это необходимость использования переносного вакуум-насоса, стоимость расходных материалов, а также выраженный болевой синдром при смене повязок, который зачастую требует использования общего обезболивания. Показаниями применения являются хронические раны, инфицированные раны, и также в последнее время это набирает популярность профилактическое использование. Так, метаанализ, проведённый в 2014 году, показал, что использование вакуум-систем в профилактических целях достоверно снижает риски инфекционных осложнений. И также профилактическое применение может быть использовано на свободных кожных лоскутах. В указанных исследованиях было доказано, что при использовании вакуум-терапии удавалось достигнуть более успешного прижимления свободного кожного трансплантата, более быстрое его прижимление и также снижение инфекционных осложнений. Но, как и любая система, она имеет свои ограничения. Прежде всего, это наличие остаточной опухолевой массы, ишемические раны, аллергические реакции на используемые материалы и истончённая и компримированная кожа. Осложнениями в применении данной системы являются кровотечение, формирование фистуры, мацерация кожных покровов, мальнутриция ввиду постоянного удаления эксудата и возможное реинфицирование раны при неправильном применении. На данном слайде представлен наш опыт применения. У пациентки на десятые сутки после удаления опухоли мягких тканей развилось массивное нагноение раны, что потребовало выполнения некректомии, формирования системы контролируемого отрицательного давления, которое позволило добиться окончательного заживления раны к сороковым суткам. На данном слайде представлен наш опыт применения данной системы на свободном кожном трансплантате после удаления опухоли кожи больших размеров. На итоговом слайде представлен результат через 10 суток. мы видим прекрасное приживление кожного трансплантата. Подводя итог, хочется сказать, что система контролируемого отрицательного давления – это современный и высокоэффективный метод, позволяющий добиваться хороших результатов в заживлении раны при использовании по показаниям. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...